Часто меня спрашивают, кто твоя целевая аудитория, или я спрашиваю с каких клиентов, кто твоя целевая аудитория. Эти вопросы, наверное, вы очень часто слышите, когда начинаете работать с каким-либо рекламным агентством, либо каким-то контекст-менеджером, ну или SEO-шником, который будет планировать с вами работать. Он всегда спросит, кто ваша целевая аудитория. И не просто так он об этом спросит, потому что любой бизнес начинается с анализа целевой аудитории. Если вы до сих пор этого еще не сделали, не проанализировали, у меня для вас действительно новость, что у вас большие проблемы, если вы до сих пор не проводили такой анализ. В этом видео я расскажу вообще, что такое целевая аудитория, чтобы вы не платили на какие-то курсы маркетингов, и вам не рассказывали вполне себе очевидные вещи, а после моего видео взяли и написали, можно даже в комментариях, вашу целевую аудиторию и похвастались тем, что это видео вам действительно помогло. Лучшим лайком будет комментарий, который вы напишите, кто ваша целевая аудитория вашего бизнеса. Ну или, например, если вы не ведете свой бизнес, допустим, целевая аудитория бизнеса, в котором вы работаете, либо как-то с ним связаны. Вот, итак, сегодня будет гайд урока по целевой аудитории и что это такое, и как ее правильно собрать. Условно говоря, целевая аудитория, это аудитория потенциальных потребителей определенного товара или услуги. Ну, например, да, если, допустим, вот есть продукт, например, вот этот айфон, да, и, например, его кто-то хочет купить, вы можете примерно сказать, кто чаще всего его покупает. Вы даже примерно составите общий, как говорится, вот этот портрет, забегая вперед, этой целевой аудитории. Напишите некого такого Максима или Машу, которая будет покупать этот айфон. И вы примерно будете понимать, как он выглядит, и, скорее всего, будете понимать, как он точно не выглядит. Вот это вот состояние, когда вы понимаете, какая целевая аудитория и какой продукт, вы примерно понимаете, кто его будет покупать. Но большинство это делают интуитивно, не проводя никакие анализы. Они примерно прикидывают, какая же их аудитория. Не проводя этот анализ попросту даже банально на бумаге. И я знал много, много руководителей бизнеса, которые попросту это даже не анализировали. Они даже, если и называли мне свои ЦА, они называли просто какие-то шаблоны, которые явно не проработаны. То есть не проработаны детально, не изучены детально. Какие каналы, когда задаешь любой уточняющий вопрос, сразу все плывут. И вот сегодня мы будем разбирать именно эту тему. Ну и, конечно, какая цель, зачем ее нужно собирать. А задачи маркетинга, маркетинга это процесс продажи, то есть вовлечение аудитории в продажу. Это маркетинг, то, что мы называем. Так вот, основная задача маркетинга, это разработать эффективную рекламную кампанию и снизить издержки на нее. Так вот, что входит в разработку эффективной рекламной кампании? Поехали. Пункт номер один, это составление портрета целевой аудитории. Портрет, это довольно-таки сложная тема, не сама целевая аудитория. Нужно еще составить ее портрет. Пункт номер один, составить портрет. Пункт номер два, под каждый портрет написать уникальное рекламное объявление с уникальным, так говорится, персонифицированным коммерческим предложением. И пункт номер три, это выбрать наиболее эффективный рекламный канал. То есть, как вы видите, вот у нас есть большая целевая аудитория, вот у нас есть отдельный портрет, и наша цель из этой целевой аудитории вычленить отдельный портрет, и для каждого портрета создать отдельно коммерческое предложение, которое будет максимально ему близко и будет рассказывать про конкретный продукт. И после этого, для этого коммерческого предложения, нужно выбрать наиболее эффективный канал. Вы спросите, давайте я отвечу коротко на эти вопросы, что такое портрет целевой аудитории. Портрет целевой аудитории, это некий человек, который обладает определенными характеристиками, некий виртуальный человек, который обладает определенными характеристиками. Например, вот есть, допустим, я, я, допустим, не езжу на личном транспорте, у меня есть велосипед, да, я использую активный велосипед, я люблю велотранспорт, я не курю, не пью, активно делаю покупки онлайн, люблю путешествовать и, конечно же, люблю море. То есть, вот можно вот из этих собрать, допустим, там, предпочитая отдых в кафе, можно уже из-за этого примерно составить определенный портрет. Точно так же каждый может про себя написать, составить примерно свой портрет. Ну и лучше, конечно, чтобы вы попробовали до конца досмотреть это видео и составить реальные портреты своей аудитории. Так вот, в местности не бывает одного портрета. Таких портретов создается много. Это вы должны сразу понимать. Много и я объясню дальше как. Вот, что такое рекламный канал? Вот сейчас вы смотрите YouTube, это так называемый канал YouTube. Он относится к определенной категории. Например, вы видели баннерную рекламу, это другой рекламный канал. Например, вы после того, как закроете YouTube, заходите в Instagram, это третий рекламный канал. А вот Stories в Instagram, это четвертый рекламный канал. То есть, условно говоря, вы понимаете, что разные рекламные каналы. Некоторые рекламные каналы платные, некоторые рекламные каналы бесплатные. То есть, например, лента в Инстаграме, вполне себе обычный пост в Инстаграме может быть бесплатным, но при этом реклама в ленте – это уже другой канал рекламы, и он будет платным. Поэтому, чтобы вы понимали, рекламный канал – это способ доставки вашего коммерческого предложения портрету данной аудитории. Ну и, само собой, что такое персонифицированное коммерческое предложение? Это то предложение, которое максимально соответствует выбранному портрету и максимально соответствует, конечно же, нашему выбранному каналу. Итак, коротко с определениями разобрались. И теперь вторая задача, конечно же, рекламиста – это снизить затраты на рекламу. Какие затраты? Как это снижается? Пункт номер один – увеличить возврат инвестиций. Вот вы положили сумму х, получили сумму у, да, у минус х – это и есть, условно говоря, ваш доход, разделили его на, условно говоря, затраты, да, и получили процент возврата инвестиций. То есть доход минус затраты, деленное на затраты, умноженное на 100%, это и есть ваш ROI, тот самый ROI, про который все говорят. Вот, цель – постоянно его увеличивать. Соизмеряя большие цифры, вы можете всегда примерно прикинуть, какие действия привели к ROI. И, то есть увеличению ROI. Второй момент – это более простой, не требующий сложной математики – это увеличение конверсии продаж. Для этого нужно всего лишь настроить отслеживание конверсий на Google Аналитики, Яндекс.Метрике, в любом другом сервисе, сторонние аналитики. Конечно же, я рекомендую сходить посмотреть мои видео, я ссылочки оставлю под этим видео по поводу Google Аналитики, Яндекс.Метрике. И, конечно же, не забыть, настроив конверсии программистам, да, ручками настроив, где можно, где нужно, привлекая программиста, отслеживать, допустим, какие действия приводят к увеличению конверсии. Ну, само собой, вы должны что-то менять для того, чтобы что-то отследить. По поводу АБ-теста я не буду говорить в этом видео, я знаю, вы сейчас можете сказать, так это делается АБ-тестом. Да, я про это рассказывал, сходим, смотрим видео, большое видео про АБ-тестирование. Вот, и, конечно же, третье действие – это повышение лояльности к бренду. Например, 95% всех конверсий, которые происходят на нашем сайте, делаются брендовые. Да, все самые эффективные продажи, которые мы закрываем, они идут по брендовому запросу. Поэтому тактика в некоторых бизнесах – это увеличение лояльности к бренду. То есть, в некоторых бизнесах лояльность может составлять всего лишь 40% от всех конверсий, то есть, это когда брендовый запрос, допустим, приводит. Так вот, увеличение лояльности к бренду, да, оно действительно очень важный фактор, да. Поэтому ряд работ, которые проводят маркетологи в своих бизнесах – это работы по увеличению лояльности. Некоторые проводят ноль работы по увеличению лояльности, и все конверсии, условно говоря, людей, которые впервые пришли на этот сайт и не знают, кто это такой. Есть такие бизнесы, я не говорю, что это плохая стратегия, но одна из стратегий маркетинга – это увеличение этой самой лояльности. И, конечно же, четвертый метод работы маркетологов – это увеличение процента повторной покупки. Маркетолог, работая с целевой аудиторией, формируя коммерческие предложения, выбирая правильные каналы, должен увеличивать процент повторной покупки за счет того же ретаргетинга, работая уже с существующей базой клиентов. Конечно же, процент повторной покупки, его время, уменьшение времени процента повторной покупки, увеличение частоты, так называемого процента повторной покупки – это та работа, которая проводится маркетологами. Напишите в комментах, работают ли у вас маркетологи по этим четырем направлениям. Если работают – это класс, если не работают – напишите, почему вы до сих пор не занялись этими процессами. Это очень важно узнать. И сейчас мы переходим к следующей главе нашего видео – это что такое, как правильно формируется целевая аудитория. Итак, глава номер два – это виды целевой аудитории. Существуют такие грубые методы классификации целевых аудиторий. И я, так условно говоря, их попытаюсь вам рассказать. Первый вид, как говорится, целевой аудитории – это разделение их по объему. Понятно, есть широкая целевая аудитория и есть узкая целевая аудитория. И где-то есть какие-то промежуточные варианты. И я бы так сказал, широкая целевая аудитория чаще всего в маркетинге не используется. Широкая целевая аудитория, например, население Украины, например, или все мужчины Украины, или, допустим, все трудозанятые мужчины – это широкая целевая аудитория. И для маркетинга она абсолютно бесполезна. Я бы так даже сказал, она позволяет примерно очертить сразу ту аудиторию, которая является вашей, чтобы уже дальше ее сегментировать. Так вот, широкая целевая аудитория используется только на первом этапе выявления будущих целевых портретов, про которые мы будем идти дальше. В маркетинге она именно в конкретных рекламных кампаниях не используется. Никогда. Ну, то есть, для таргетинга она позволяет просто ограничить другие аудитории за счет того, что вы выбираете широкую свою целевую аудиторию и отсекаете все ненужные. Ну, например, вот я, допустим, представляю себе, допустим, пиццерия, которая работает в Одессе, ее широкая целевая аудитория будет жители Одессы. То есть, я однозначно отсеку всех остальных. Ну, то есть, вот широкую я определил, значит, все входящие в эту группу за исключением остальных. Вот, это понятное применение широких целевых аудиторий. Например, в рекламных кампаниях, когда вам нужно отсечь всех ненужных людей. Вот, противоположностей узкая целевая аудитория. Ну, например, жители определенного района города, да, там, допустим, определенные там пары домов. Вот это, например, вот по географии, допустим, отсеченная узкая целевая аудитория. Или, когда у вас идет пересечение множества условных характеристик, по которым она отбирается в условиях таргетинга, то это является узкой целевой аудиторией. То вот целью маркетинга является именно высечение всех этих узких целевых аудиторий, которые максимально полезны. Если вы берете обычно одну узкую целевую аудиторию, для маркетинга это бесполезно, потому что вы выбираете слишком малую выборку потенциальной аудитории, то есть потенциальных покупателей. И если численность узкой аудитории, условно говоря, у вас там тысячи человек, то представьте себе, что из этой тысячи человек всего лишь 30, допустим, будет покупать. Ну, всего 30 покупателей в месяц, то есть, условно говоря. То есть, если вы работаете только всего лишь для этой тысячи человек и не привлекаете новые целевые аудитории, то однозначно ваш бизнес, ну, как говорится, истощится и больше работать не будет. Ну, при условии, конечно, если это не SaaS какая-то система, где вы работаете на очень узких клиентов. Или какая-то VIP-система, где с каждого клиента вы держите миллионы. Поэтому работа на расширение слишком узких аудиторий у маркетологов стоит всегда номер один. Ну, понятно, что на сверхширокую аудиторию маркетолог не работает, потому что с ней работать бесполезно. Второй тип аудитории это по поведению. Я бы так сказал. Вот у нас есть самая популярная статья на сайте «Заработок в интернете», но она почти не дает клиентов. И многие говорят, зачем мы ее сделали, я вам расскажу, зачем позже мы ее написали, эту статью. Но вот я так поделим давайте аудиторию по типам поведения. Первая аудитория – это прямая, это та самая, которая покупает ваши товары и услуги. То есть они просто заходят и покупают ваши товары и услуги. Вторая группа аудиторий – это косвенно. Это те, которые посвящают все время на ваших соцсетях, на вашем сайте изучением контента. Например, блог. Ну, например, у вас там классный YouTube-канал, или вы там ведете подкасты. Или, например, вы приглашаете себе звезд, которые там рассказывают что-то интересное. Или, например, у вас подробные инструкции, у вас подробные гайды, или какие-то тесты, которыми люди пользуются бесплатно. То есть, то однозначно, да, это косвенная аудитория, которая привлекается на ваш сайт. Зачем это делается? Из косвенной аудитории легко превратить в прямую, да, за счет, как я рассказывал, повышения лояльности. Из косвенной аудитории действительно можно выкручивать прямую, и работа над косвенной аудиторией обычно строится в проценте конверсии ее в прямую. Ну и третий вариант – это вторичные покупатели. Это те, которые покупают не для себя. Ну, то есть, условно говоря, у вас детский магазин, считайте, вы взрослые покупают для детей. Поэтому формально вы нацелены на родителей, да, которые покупают товар не себе, а детям, к примеру. Или, например, у вас магазин продает подарки. Подарок же продается не себе, а на подарок. Яркий пример – практически вся аудитория, которую покупает там, является вторичной, не являющейся прямым покупателем. Ну, вот, собственно, такая простая классификация. И давайте вот, вы, наверное, спрашиваете, вы как-то мало рассказали про прямых покупателей. Да, прямые покупатели тоже делятся. И давайте вот научимся делить прямую аудиторию вот по этому сегменту на классификации. Попробуйте сами даже мысленно разделить всех покупателей, которые вас покупали, на вот эту аудиторию и примерно сказать, там, какая доля у вас их занимает. Например, так называемые классные покупатели – это мечта вообще любого владельца бизнеса, да. Это, которые всегда, как говорится, работают с вами, покупают только у вас, пиарят только вас. Вообще говорят, чтобы самый-самый классный. Вот вы их и называете – классная аудитория. Они даже про вас отзывы могут писать, если вы их об этом попросите. Вторая аудитория, ее так называют, текстера, мутная, забавно, мне понравилось. Покупают товар в других, допустим, конкурентов. То есть, просто ходят у конкурентов и покупают тоже. Ну, мутная такая аудитория. Сегодня у тебя, завтра у другого заказали, послезавтра снова у тебя. Третья аудитория – это отказавшиеся. Формально они являются вашей аудиторией. Они покупали у вас, значит, вы, как говорится, угадали их. Но по каким-то причинам ушли к конкуренту и к вам возвращаться не хотят. Вот, то есть, причину вы можете узнать, там, можете напрямую узнать, можете не знать даже, почему они перестали у вас покупать. И, как говорится, цель выяснить, почему это отказавшаяся аудитория. Прямая аудитория стала отказавшейся. Это задача номер, получается, два уже у маркетолога. Давайте вместе записывать, я могу сбиться со счета. Вот. И так называемые девственные покупатели. Это покупатели, которые впервые попали на ваш сайт и хотят у вас купить. И с ними нужно работать фактически как с новым покупателем. То есть, здесь срабатывают все техники общения, все техники выкладки информации, правильно построенная стратегия контент-маркетинга, много умных вещей, которые на самом деле знают любой, кто строил отдел продаж. Я занимался постройкой отдела продаж в рознице. И немножко вот с этой аудиторией мы выстраивали целые сетки диалогов, когда идет развилки варианта разговора. И если кому-то интересно, напишите мне в комментарии. Я расскажу, как мы строили технику продаж для розничного магазина. Она, в принципе, вот расписана до мелочей. Вот. Думаю, многие, чуть-чуть ее модифицировав, смогут использовать для своего бизнеса без проблем. Вот. Ну и, конечно же, да, кстати, эта разработка была очень успешной. Ее потом модифицировали для онлайн-розницы и для других вещей. Вот. Ну, как говорится, пишите комменты. Если их наберется много, там лайков, комментов, я ее размещу у нас в телеграм-канале. Вот. И так называемая Маугли. Забавная трактовка, мне очень понравилась. Маугли – это которые вообще до этого не покупали ничего в интернете и внезапно пришли к вам. Вот есть такая аудитория, которая… Или, например, они всю жизнь никогда не ездили в магазин и пришли в ваш оффлайн-магазин и решили купить. Или они вообще впервые делают покупку через директ в Инстаграме. Ну, просто. Для них незнаком сам канал. То есть, они и вас толком не знают, и впервые покупают. То есть, с ними у вас будут проблемы не с тем, чтобы рассказать, кто вы такой, а с ними будут проблемы рассказать, как вам заплатить, как получить товар, как проверить услугу. Вот в каждой нише есть свои Маугли. Если у вас были Маугли, напишите, мне будет интересно узнать. И как вы с ними научились вести диалог, ну, так, чтобы несколько раз не смеяться, да, ну, чтобы не было никаких таких вот, ну, можно и нелепой ситуации рассказать, какие у вас были с аудиторией Маугли. Да, очень интересно, в принципе, будет посмотреть. И сейчас мы переходим к той теме, которая раскрыта в интернете максимально подробно. Ее можно найти кучу статей, я даже ссылочки на эти статьи оставлю. Максимально подробно, но я попытаюсь добавить чуть-чуть своего и обобщить некоторые вещи, на которые следует обращать внимание. Мы, конечно же, переходим к сегментации целевой аудитории. Итак, третья глава нашего видео – это сегментация целевой аудитории. Как мы говорили, есть аудитория широкая, есть аудитория узкая. И широкую аудиторию желательно, как торт, правильно уметь нарезать. Так вот, представьте себе, что у маркетолога торт – это широкая аудитория, а нож – это метод нарезки, и ее по определенным сегментам. То есть вот будущий сегмент, и это и будет наша будущая узкая целевая аудитория, с которой мы будем работать. Так вот, виртуально вот этот торт мы будем учиться резать разными методами. Первый метод – так называемый демографический метод. Здесь есть разные варианты нарезки. Первый вариант – это, конечно же, по полу. Ну, вы, конечно, скажете, есть мужчины, есть женщины, сейчас начинутые трансгендеры, то есть, да, такой пол, да, люди сменившие пол. Если у вас разные ниши бизнеса, некоторые проценты этой аудитории может быть достаточно высоким. Я не говорю, какие конкретно, потому что, ну, кстати, можете написать, каким нишам, это будет более интересно. А, допустим, типичное деление на мужчин и на женщин однозначно есть всегда. Маркетологи вообще всегда с этого начинают делить, потому что фактически взгляды на рекламу у мужчин и у женщин кардинально отличаются. И я бы рекомендовал действительно делать иногда, запускать разные кампании, в которых текст для мужчин и текст для женщин рекламного объявления отличаются. Мужчинам лучше цифры, да, а женщинам лучше картинку. Уделять внимание, это знает любой маркетолог. И если вы хотите настроить хорошую рекламную кампанию, уделяйте внимание этой сегментации тоже. Вот. Второй вариант – это возраст. Самый простой метод сегментации, который присутствует практически в любых рекламных каналах, даже платной рекламы, например, который позволяет отсекать людей по разным возрастам. И вы должны понимать, что разные поколения по-разному воспринимают информацию. То есть поколение Z, оно живет более такими трендами, более какими-то популярными челленджами, да. Более старые поколения живут еще по старинке, предпочитают высматривать гарантии при покупке, то есть такие другие вещи. То есть и в зависимости от того, как вы строите диалог, то есть строите рекламу, да, то есть так и будет строиться диалог, говорился. Вот. Третий вариант, конечно, это семейное положение. Ну, я так скажу, это очень сложно сегментировать в разных нишах, но если у вас получается возможность порезать по этому критерию, например, по типам покупок на вашем сайте, да, людей по этому критерию семейное положение, то, понятно, вам проще будет делать рекламу, если ваш продукт как-то связан, ну, действительно, с привязкой к семейному положению. Если он же никак не связан, ну, как бы, это такой пункт, который часто вот идет всегда в сегментации, но редко используется. Ну, например, при продаже недвижимости семейное положение имеет большое значение, при продаже SEO-услуг вообще минимальное. Ну, то есть вот, чтобы понимали, да, разные виды бизнеса по-разному смотрят на этот метод сегментации. Еще очень важно, это языки расы, про него вообще нигде не упоминаются. На самом деле сегментация по языку, сегментация, условно говоря, по народности, по расе, это очень важно, как бы вы не думали об этом. Я бы рекомендовал по возможности, если у вас есть возможность сегментировать рекламные кампании по языку, показывать их действительно на разном языке. Ну, допустим, у вас есть локально проживают там венгры, да, и локально украинцы, да, то есть показывать рекламу в двух направлениях, для тех, у кого таргетинг, ну, настройки выстроены в венгерский язык, показывать рекламу на венгерском, и, соответственно, на украинском, на украинский. Я рекомендую это делать всегда, почему? Потому что реклама на своем языке привлекает лучше вовлечение, чем реклама написанная некая универсальная на одном языке, но на котором этот человек не говорит в своем обиходе. Даже банальная сегментация по языку одновременно получается сразу сегментацией в некоторых локациях сразу по отдельным народам. Это очень полезно. Этот трюк многие маркетологи не знают, либо забывают. Например, у вас цель сделать рекламу для русскоязычного населения в Германии, да, соответственно, вам нужно будет делать рекламу, которая чисто направлена на русского. И одновременно другая реклама на немца, который говорит на немецком языке, можно пустить другую, с другим текстом, с другой даже графикой, с другим посылом. Почему бы и нет? Ну, например, да, СТО в Берлине можно назвать там СТО для русских, говорим на русском. Вот все, написать этого, и, как говорится, русский увидит рекламу. Ух ты, класс! А у него же таргетинг может стоять в настройках русский язык себе для удобства, и все. Вот, это первый пункт. Переходим к следующему. Второй метод сегментации аудитории мы называем социально-экономической. И я так скажу, этот метод сегментации годится только при условии, что вы как-то научились распределять портреты уже внутри. Почему? Потому что этот метод таргетинга очень плохо настраивается во всех платных, ну, рекламных сервисах, в том же Facebook, в том же Instagram. Эти методы не позволят вам нормально вычленить эту аудиторию. То есть, условно, здесь деление действительно условное, и оно больше направлено на… Вы можете использовать этот метод только при условии, если вы будете собирать аудитории при помощи каких-то либо, допустим, пикселей или Facebook, Facebook, Instagram, либо, допустим, Google Аналитики, Яндекс.Метрики по тематике посещенных разделов сайта. То есть, если вы будете в таком формате делать, то однозначно вы сможете определить, допустим, сегменты аудитории по этим критериям. Какие же это критерии? Первый, например, это доход. То есть, доход, условно говоря, можно мерять от одного до пяти, да, вот это долларами так сейчас меряют активно TripAdvisor, да. И на самом деле по методам, ну, по товарам, которые изучают потребители, можно сделать сегментацию, входит ли они в список дорогих товаров, входит ли они в список дешевых товаров. И в зависимости от того, какие товары пользователь посещал, какие рубрики он посещал, можно действительно сегментировать. То есть, можно сильно заморочиться и научиться делать эту сегментацию, отправляя сигналы, ну, определенного типа. Допустим, посмотрел товары с ценностью такой-то. Вот. Второй вариант – это вид занятости. Очень сложно отследить. Но, например, если у вас на сайте, вы знаете, как-то научились анкетировать пользователей по e-mail, например, то однозначно это можно сделать. Ну, какие бывают виды занятости? Ну, конечно, я сейчас назову это, там, безработный, нижнее звено, среднее звено, топ-менеджмент, самозанятый или, там, узкий специалист. То есть, к примеру, там, или владелец бизнеса. То есть, по такой системе, в принципе, это позволяет делать Facebook. Он примерно по анкетам позволяет распределить по вот этим должностям. То есть, вплоть до конкретных должностей можно распределить людей. Ну, и, допустим, работники, там, конкретный, там, такой-то, такой-то профиль. Но это работает при условии, если они либо интересовались какими-то страницами, то есть, Facebook разгадал их поведение, либо они указали эти данные в анкете. Там можно выбрать разные варианты таргетинга. Поэтому этот метод таргетинга действительно пригодится, ну, при рекламе, допустим, в том же Facebook. Он прекрасно там можно настроить на Facebook и на Instagram рекламу по этим профилям. Следующий метод – это образование. И здесь, как говорится, можно использовать как Facebook, так и ВКонтакте. Прекрасно таргетироваться по уровню образования, потому что можно выбрать даже вплоть до того, где учились. А вот, какие бывают виды образования? Да, условно говоря, школа, либо учится еще пока, или, допустим, учится в университете, или закончил университет, или закончил там, ну, там, получается, училище, ПТУ, к примеру, да. То есть, вот такой банальный вариант. И четвертый пункт – это жилищные условия. Вот здесь очень сложно, потому что, я бы так сказал, определить съемное у человека жилье, или у него своя квартира, или он живет с родителями, довольно сложно, если вы только как-то не по покупательским каким-то, говорится, движениям не узнаете, что он покупает. То есть, если, условно говоря, он там много покупает, там, покупает стиральную машинку, покупает варочную панель, то, скорее всего, вероятнее всего, что у него свое жилье, и таргетировать рекламу можно в этих направлениях. То есть, если он не покупает ничего из этого, покупает что-то там из хостчасти, здесь можно думать, что он либо живет на съемном жилье. Но если он вообще ничего не покупает, покупает только там предметы личной необходимости, то, скорее всего, он живет с родителями. Ну, такие банальные методы сегментации по покупательским предпочтениям на вашем сайте. Для интернет-магазинов будет полезен такой метод сегментации. И едем дальше. Следующая сегментация географическая. И ей действительно уделяют мало внимания. Я заметил, что географическая сегментация в контексте позволяет кардинально снижать расходы на рекламу. То есть, если вы бьете рекламу по отдельным аудиториям, по отдельным сегментам, я об этом, кажется, рассказывал. Я, если не рассказывал, рассказывал бы мой коллега Алена. В подкастах точно мы об этом говорили. Есть метод сегментации на малые аудитории, когда вы берете отдельные, как говорится, кварталы, отдельные круги аудиторий и создаете их, допустим, в том же Яндекс.Аудиториях. Или, допустим, делаете узкий таргетинг точечно в Инстаграме. Или точечный, булавочный таргетинг в Фейсбуке. Ну, или булавочный таргетинг в Google Ads. То есть, вы можете сегментировать вплоть до отдельных районов города. Ну, мы, условно говоря, давайте поделим, как правильно маркетологи делят вот эту самую географическую сегментацию. Первый вариант, конечно, где они живут. Допустим, в городе, за городом, в селе. Либо они туристы приезжают к вам, к примеру, на вашу рекламу. Ну, как бы на ваш объект, где вы продаете что-то. Ваша целевая аудитория – туристы. Окей, если они живут в городе, ответьте сразу на вопрос, где они живут. В центре, или на каких-то спальных районах, или, условно говоря, на районах, которые находятся в индустриальных зонах. То есть, насколько это, как говорится, примерно, какая там потребительская, как говорится, сегмент. Второй вариант – это за городом. Есть два варианта. За городом пригороде, или за городом очень далеко. И, соответственно, третий вариант, вопрос, который нужно задавать – как им добираться до вас. Условно говоря, до вашего магазина, до вашей точки выдачи. И здесь есть несколько вариантов ответа. Пешком. Второй вариант – общественный транспорт. Ну, то есть, пешком плюс общественный транспорт. Потом есть личное авто, только, типа, личное авто. То есть, уже общественный транспорт к вам не ходит, то есть, только можно на личное авто добраться. Или есть вариант, вообще невозможно добраться, либо у вас нет представительства в этой точке. Ну, то есть, невыгодно к вам ездить, вам только доставкой можно решать вопрос. В зависимости от географической сегментации, вы по-разному будете строить рекламу. Если он живет рядом, соответственно, будете показывать рекламу. Вот до нас дойти тут вообще там в 100 метрах от вас, к примеру. Да, рекламу взяли в 100 метров, радиус настроили и показываете, мы в 100 метрах от вас. И я вижу рекламу, она действительно в 100 метрах от меня. Почему бы и нет? Вот, если я вижу, что, допустим, они находятся очень далеко, да, то есть, я не могу добраться, либо надо ехать на личном авто, но аудитория сделана на, как говорится, тех, которых личное авто нету, да, то им показывается, что у нас там типа бесплатная доставка, там вот такой-то суммы. Все, мне не надо ехать, я заказал бесплатно, получил себе его на дом и не парюсь. Вот, поэтому географическая сегментация нужна для правильного формирования вот этого вот предложения, с которым вы будете использовать УТП. Вот это всего лишь вариант, либо мы тут в 100 метрах от вас, или банально мы там доставляем бесплатно при такой-то сумме, это яркий пример, как можно грамотно использовать географическую сегментацию в УТП. Ну, понятно, сегментировать компании по группам для того, чтобы снизить стоимость клика, я думаю, любой контекст-менеджер знает и, наверное, активно у себя применяет. Следующий вид сегментации – это поведенческая. И я так скажу, это довольно сложно акцентировать в различные типы поведенческой сегментации. Facebook позволяет эти трюки делать, во ВКонтакте с этим туго, действительно трудно. Можно кое-как выловить при помощи посещения отдельных страниц сайтов, но я их просто перечислю, но я так скажу, их действительно трудно выловить. Это могут помочь только разве что какие-то опросы, которые позволят выловить эту информацию. Первый вариант – это социальный статус. Второй вариант – это личные ценности. Третий вариант – это образ жизни. И четвертый вариант – это вредные привычки. Ну, условно говоря, по социальному статусу здесь и думаю, все понятно, да, то есть кто они такие. По поводу личных ценностей, ну, любят ли они помогать животным, либо им на это все равно. То есть можно задать такие вопросы относительно личных ценностей. Там религиозные взгляды такие банальные. Образ жизни, да, там они зазоржи, или они любят там путешествия, или они там активно занимаются фитнесом. То есть вот можно примерно выбрать, как они тратят время на досуг. Ну и вредные привычки есть у многих. Какие вредные привычки у вашей целевой аудитории можно примерно посчитать точно так же. Почему бы и нет? Любите ли вы алкоголь? То есть задать наводящие вопросы, на которые будут варианты. Лучшие варианты типа бегунков, типа резко негативно, негативно, нейтрально, позитивно, очень позитивно. Если будете задавать такие вопросы, по вот этим вопросам вы сможете собрать примерно портрет социального статуса. Я так скажу, применение здесь нужно действительно для очень тонких рекламных кампаний, вообще когда вы не знаете, как общаться с целевой аудиторией. Проведение поведенческого сегментирования позволит понять, какая целевая аудитория, то есть какие у нее предпочтения в большинстве. То есть реально будет интересно, если мнение разделится, то есть если 50 на 50, значит у вас формально аудитория расколота пополам. Если же при вопросах, при ответах на эти вопросы, как бы подавляющее большинство будет одни и те же, значит вторые варианты можно не рассматривать. То есть вторых вариантов можно словно пренебречь ними. То есть примерно задайте вопросы, посмотрите, те вопросы, которые являются 50 на 50, значит для вас этот ответ, это нужно делать два разных рекламных, два разных рекламных предложения. Для тех, которые сказали да и для тех, которые сказали нет. Например, вот есть, окажется те, кто любит курить кальян, а те, кто кальян курить не любят. Соответственно, если ваш бизнес как-то с этим связан, то для кальянщиков одну картинку, для некальянщиков другую. То есть соответственно разные варианты объявлений точно так же можно придумать. Следующая сегментация, которую мы рассмотрим, это мотивация покупки. И здесь я бы так сказал, она является самой сложной, потому что на нее часто владельцы бизнеса отвечают неправильно. Ну то есть они либо неправильно задают сами себе вопросы, либо вообще пропускают этот момент. А она является ключевой для составления текста уникального торгового предложения. Она действительно является для этой цели, не для выпала рекламного канала, не для сегментации цели аудитории, а для того, чтобы правильно составить тот самый текст. Поехали. Первый вариант. Мотивация для покупки. Ну, во-первых, какую боль решает продукт для этой аудитории? Ну, условно говоря, если я пытаюсь продать телефон с большой батареей, я выбираю аудиторию, которая активно слушает музыку, любит и онлайн игры. Соответственно, у них какая боль, быстро садящиеся телефоны, которые греются и быстро садятся. Соответственно, я найду модель телефона, которая живет очень долго, практически не садится, то есть еще и не греется, еще даже может кулер, там в придачу есть какой-нибудь Asus геймерский, какой-то телефончик. И вот я для нее буду продавать этот продукт, то есть ее говорить, вот он решает вашу боль. Это хорошо работает, действительно, если у вас продуктов не один, а много. Ну, то есть вы можете выбрать вот этот продукт для этой цели, этот продукт для этой цели, этот продукт для этой цели. И действительно в рекламном предложении сказать, что он решает эту проблему. Вот если вы это сделали, то да. Тогда вы действительно молодец и учли вот этот пункт. Если в ваших рекламных объявлениях нет ни слова, какую проблему решает, ну, сегодня сидите и переписывайте, ну, сядьте, посмотрите, какие объявления вы крутитесь. Если вы рекламную кампанию настраивали сами, я думаю, вы сможете это сделать. Если вы настраивали не сами, напишите тому, кто ее настраивал и скажите, вот, я хочу, чтобы ты написал вот это. Почему? Потому что я вот посмотрел видео Николая, он говорит, что надо решать боли, а я забыл про это, когда тебе давал текст. Кстати, а многим ли вы контекст-менеджерам даете текст объявлений? Тоже очень интересно. Или заставляете их выдумывать самостоятельно. Второй момент – это конечный потребитель. Для кого приобретается продукт? То есть является ли он сам покупателем или он покупает для кого-то? Как я рассказывал в прошлом примере, это может быть банально сайт подарков, и вы покупаете на подарок, там, или там торты, торты, например, покупаете на подарок, и однозначно ваша цель – подарить его. Не вы покупатель, вы просто дарите, у вас просто какие-то в голове небольшие предпочтения, и вы мало знаете вообще, кто-нибудь будет ним пользоваться. И вот здесь вот правильно вот на этот вопрос отвечать, если товар покупается не для себя любимого, а для кого, нужно правильно формировать текст объявления, потому что тот, кто будет покупать, он не знает, что иногда там внутри, может не интересоваться, что там, например, когда, допустим, игра покупается в подарок, допустим, настольный, да, мало что интересует. Он интересует только на сколько она человек, допустим, сколько времени партия, тут такие банальные вещи. Его мало интересует там жанр, там, может, там, какие-то механики, его это не интересует вообще. То есть вот яркий пример, да, то есть в зависимости от того, кто покупает, для кого покупает, здесь вот разные варианты подхода к написанию текстов. То есть если покупает человек сам для себя, ему нужна больше конкретика, больше конкретика. Если он покупает на подарок, его интересуют совсем другие вещи, чаще всего это интересует цена продукта и, конечно, его интересует примерно в общих чертах, подходит он ему или нет. Такие некие там для мальчиков, для девочек, для парня, вот такие вот очень-очень широкие методы сегментации. Следующий момент – это характер использования. Здесь ответ очень простой. Товар покупается на раз или товар покупается на вечно. То есть это, условно говоря, холодильники или фейерверки. Ну, то есть, соответственно, в зависимости от того, покупается ли товар надолго или покупается товар на раз, да, вы уделяете внимание, действительно, в случае, если надолго, вы уделяете внимание гарантии техподдержки и все тому подобное. Если на раз, то вы уделяете цене, там, эмоциям и чему-то такому. Вот такие вот банальные методы подготовки УТП, то есть на примере методов, как часто товар будет использоваться после покупки. Это касается еды, например. Для еды гарантии, понятно, нет смысла писать. Конкурентное преимущество – это вы должны понимать, кто ваши конкуренты и по какому принципу, да, вот те самые мутные аудитории иногда прыгают то к вам, то не к вам. То есть им надо отучить мутную аудиторию и превратить ее в классную. Ну и, соответственно, вы должны научиться проверить, чем конкуренты завлекают. То есть цену, либо не ценой, либо товаром, либо ассортиментом, либо качеством, либо доставкой, либо классным сервисом. Я рекомендую сделать такую табличку, в которой в каждой строке будут их преимущества, а в каждой колонке будет список конкурентов и в начале, допустим, вы. И пропишите все преимущества, которые существуют у вас, а затем все, которые у конкурента. Ну, дубли удалить. После того, отметьте плюсиком, где кто-то сильнее. Одного сильного, можно двух сильных, не больше. То есть одного самого сильного выделите и все. Отметив всех конкурентов, проверьте, где плюсиком вам не досталось. И если плюсиком вам не досталось, ответьте на два вопроса. Можете ли вы поставить себе плюсик, если переработаете бизнес-модель? Если вы не можете это сделать, сможете ли вы оспорить, что его плюсик не приносит должного результата? То есть, например, он продает дешевле, да? Ну, значит, значит, некачественно, значит, товар не очень. Попробуйте оспорить этот плюсик, перефразировав свое предложение, усилив свой плюсик. Соответственно, ну, если у вас плюсика нет, вы ничего не сможете сделать. Поэтому поработайте над тем, чтобы у вас хотя бы плюсики какие-то оказались. Если у вас нет ни одного плюса, у меня для вас плохие проблемы, значит, вы впервые сделали анализ конкурентов и поняли, что ваш бизнес никогда не вырастет. Поэтому будьте добры, поработайте над своей бизнес-моделью, чтобы у вас плюсиков было больше, чем у всех конкурентов, которые у вас есть. Хотя бы один. У вас должен быть хотя бы один. Вот и все. Едем дальше. Как аудитория относится к бренду? Как я говорил, задача маркетолога – воспитывать лояльность к бренду. И, условно говоря, есть несколько методов, как говорится, шкалы аудитории. То есть, представьте себе, что вы задаете вот эти вопросы, маркетолог говорит, сколько у нас лояльной аудитории? И он вам говорит, вот стой какой-то процент таких, какой-то процент таких, какой-то процент таких. Вот. Давайте научим маркетолога говорить, на какие варианты аудитории бывают. Первый вариант – это преданная аудитория. Преданный пользователь бренда. То есть, это те, которые покупают бренд, абсолютно лояльны, хвалят его. То есть, вообще, всегда его там… Говорят, я покупаю только, не знаю, только Samsung или только Apple. То есть, он говорит, я покупаю только его, то есть, к примеру. Это аудитория лояльна к какому-то бренду. Мы сами часто лояльны к каким-то брендам. Допустим, вы когда идете запокупать газировку, у вас не стоит в голове выбора брать колу или брать Pepsi. Чаще всего вы лояльны к чему-то одному. Ну, банально, да? Вы можете сами в голове предположить варианты, то есть, к чему вы лояльны. И так у каждого человека. У каждого. И лояльность формируется даже к брендам, которые, ну, маленькие, малопопулярные. То есть, например, я из сервисов заметок использую Evernote, а не OneNote. Почему? Потому что я так решил, потому что мне так захотелось. Многие могут со мной не согласиться, со мной поспорить, сказать, что Evernote хуже. Но я предпочитаю Evernote. Вот. Поэтому, да, как оказалось, OneNote я разлюбил и перешел на Evernote. Вот. И, конечно же, да, это заметка написана в Evernote, которую я сейчас периодически подглядываю. Вот. И, само собой, лояльность, она выращивается. Она просто так не появится. Не может появиться аудитория, как говорится, максимально лояльная сразу. Раз, что это не ваши сотрудники. Второй вариант – это лояльные пользователи. То есть, условно говоря, это те, кто знают бренд, покупают бренд. Но иногда покупают и другое. Ну, вы сами иногда можете заметить, что вы иногда любите покупать там молоко определенной фирмы, но внезапно, да, вот взяли и купили другое. Ну, почему? Потому что, ну, да, нравится, 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 но иногда и покупают другое. Это называется лояльные пользователи. То есть, те, которые, в принципе, не будут про вас писать мега хвалебные отзывы, но любят покупать вашу продукцию. Просто. Это такие вот. Они часто покупают у вас, но иногда покупают в других местах, если там где-то дешевле. С этой аудиторией работать нужно, чтобы она приходила в преданных. Здесь нужно работать над воспитанием вот этого преданности бренда, да. Сами с собой существует множество трюков для маркетинга, чтобы эта доля росла. Вот. Третья аудитория – это самая многочисленная у многих бизнесов, с которыми я сталкивался. Это слабо заинтересованные. Знают, но не покупают. Они про вас знают благодаря рекламе. Они видели вашу рекламу, но покупать не спешат. И здесь работы маркетологу не початый край. Почему? Потому что, возможно, вы уступаете конкурентам, возможно, вы неправильно выбираете рекламные каналы, возможно, вы попросту рекламу не даете, полноценную рекламу не даете, чтобы донести ваши продукты, ваши цены, ваши акции до нужной аудитории. То есть, эта аудитория самая, как говорится, самая многочисленная. Ну и для некоторых ниш, конечно, следующая аудитория может быть тоже очень многочисленная. Это незаинтересованные и незнающие вас. То есть, они не знают ни о том, что вы продаете этот продукт, не знают, кто вы такой, вообще они вас впервые услышали, то есть, вообще не знают, кто вы такой, не запоминают, покупают всегда у других. С этой аудиторией сложнее всего, потому что вам нужно сначала как бы заняться рекламой, чтобы с вас сформировалось мнение. И в зависимости от того, как вы сформуруете свою рекламу, да, так и будет, как по одежке встретят, так и проведут вас. Вот, поэтому, как относятся к бренду, я бы так сказал, задача маркетолога, нужно работать над этим, обязательно уделять внимание полностью развитию бренда. Здесь от правильного названия бренда, правильного маскота бренда, правильного посыла бренда, то есть, правильной сегментации бренда и продукции, которая под этим брендом выходит. Здесь много работы и правильная информационная представленность вокруг этого бренда тоже имеет огромнейшее значение. Итак, едем дальше. Следующая сегментация называется сегментация Шерингтона или сегментация 5W, будем так называть. Это 5 вопросов, по которым можно, в принципе, сегментировать аудиторию очень быстро и очень просто. То есть, если вам было все до этого сложно, есть простой метод просегментировать аудиторию сразу. Создайте себе сразу, вот сейчас, Excel-табличку, в которой будет всего, как говорится, 2 колонки и 5 строк. Ну, может быть, там больше строк, больше колонок. Ну, в первую очередь, минимум 2. В первой колонке впишите следующие вопросы. Первый вопрос – what? Второй вопрос – who? Третий вопрос – why? Четвертый вопрос – where? И пятый вопрос – when? Переведем. Что, кто, зачем, где и когда? Итак, поехали. Что нужно ответить на первый вопрос, в первую колонку? Что конкретно покупается из ваших продуктов? Ответьте, что конкретно, какой товар? Второй вопрос сразу под этим товаром. Демографический критерий. Кто покупает? Как мы вам рассказывали, мужчины, женщины. То есть, можете сразу писать, процент такой-то мужчин, процент такой-то женщин. Лучше там, если больше 70%, 30% женщин можно даже временно скрыть. К примеру, то есть, ну, всю то, что я рассказывал по демографии, вот-вот, в эту колоночку, коротко, коротким предложением. Why? Зачем? Ну, соответственно, какая мотивация покупки? Зачем он покупается? Какую боль он решает? То, что я рассказывал. Четвертый вопрос – where? Где? Ну, соответственно, отвечайте. Магазин, ТРЦ, бутик, онлайн-доставка. Либо это вообще просто покупка в онлайне. Соответственно, просто одно, одно, там, два слова. Ну, то есть, можно даже в процентах изобразить. И when? Когда? Проанализируйте, как часто покупается товар. Раз в год по дням рождения, импульсивно, каждое воскресенье, к примеру, да, или там, каждое начало месяца, когда зарплата приходит. То есть, или там, планирует покупку четко по графику, или выбивает бюджеты на покупку вашего товара. Вот, все, заполнили. И так, для каждого товара, который имеет для вас ценность, каждые услуги, которые имеют для вас ценность. Заполните каждую колонку. Если у вас это получилось сделать, ну, метод Шерингтона вы освоили и научились сегментировать аудиторию просто вот так вот, на ура. И дальше, дальше едем, рассказываем, что с ней делать. Что, зачем нам нужна эта аудитория, что с ней нужно делать. Маркетологи, как я говорил, используют целевую аудиторию для того, чтобы выполнять две задачи. Написать уникальное коммерческое предложение и выбрать правильный рекламный канал. Вот, соответственно, это две задачи, которые ему стоят для того, чтобы использовать целевую аудиторию. Затем они уже работают с коммерческим предложением, адаптируют его в зависимости от результативности. Это АБ-тест, про что я рассказывал в прошлых видео. Ссылочка, напоминаю, в описании. И второй момент, работают над снижением расходов над рекламной кампанией. Здесь уже более сложно, потому что нужно знать, как работают разные методы рекламных кампаний. Если мы говорим про платную рекламу, это тот же Facebook, тот же Instagram, ВКонтакте, Google Ads, Яндекс.Директ. То есть, соответственно, как они работают. То есть, соответственно, там уже есть определенные трюки по снижению расходов. Ну и, конечно же, следующее, что вы, ваша цель, да, ваша цель, это выбрать правильный канал, выбрать правильный ОТП и научиться анализировать аудиторию. Ну и, соответственно, вот, что нужно делать маркетологу. Поехали. Давайте научимся анализировать аудиторию. В первую очередь, как собрать информацию об аудитории. Самый банальный способ – это опрос. Да, можно взять, попросить клиентов пройти простенький опрос после заказа, после регистрации. Просто выслать его в мессенджере, то есть, как угодно. То есть, пройти простой опрос. Сервисы для опросов я оставлю ссылочки в описании. Это, к примеру, SurveyMonkey, Qualaroo.com, ну и, конечно, бесплатная версия Google Form. Google Form в этом плане вообще идеальны. Вот. Вы можете даже на розничных точках попросить всех, как говорится, продавцов опрашивать своих клиентов. Они задают ключевые вопросы, допустим, заполняют анкетку. Анкетка идет в Google Form, и вы себе собираете на розничной точке сразу информацию о вашем потребителе, который покупает ваш товар. Да, в первую очередь, целую аудиторию обычно собирают для покупателей, потому что она имеет наибольшее значение, а не для релевантной аудитории, такой так называемой косвенной, релевантной ее еще называют, которая, мягко говоря, просто интересуется. Вот. Второй вариант – это, конечно же, следить за интересами и популярностью. То есть здесь уже, как говорится, включаются гипотезы. То есть вы следите за трендами, вы следите за… анализируете свои рекламные кампании. Например, в Google Ads Алена рассказывала в прошлом видео. Это видео-часть 2 большого моего гайда по контекстной рекламе в Google Ads. Ссылочка будет оставлена в описании. Там есть инструмент, при помощи которого можно проанализировать свою целевую аудиторию, просто зайдя и посмотрев по посетителям сайта. Он берет ваше посещение сайта с Google Аналитики и расшивает его по соответствию определенным покупательским предпочтениям. Имея Google Ads Аккаунт, имея фактически просто Google Аналитику и внятный трафик на сайте, вы сможете сразу же посмотреть просто эту информацию и не надо платить никакому агентству. Простой трюк. Напоминаю, ролик будет в описании, тайм-код я укажу. Едем дальше. И следующий вариант – это сбор аудитории. Да, конечно, при анализе вы можете все что угодно сделать, вы должны научиться их собирать. Первые два инструмента, которые используются для сбора аудитории, это Яндекс.Метрика и Google Аналитика. И с ними действительно сложно, потому что правильная сегментация аудиторий по посещениям страниц, по посещениям определенных товаров, по, допустим, по кодам каких-то конверсий, которые вы отправляете в виде событий, по совершенным событиям, то вот это действительно вот здесь можно работать. Я так скажу, опытный маркетолог может использовать разные методы подбора по-разному. Например, представьте себе, я посетил определенную группу товаров, где изначально конкретно проставили, при заходе на этот товар отправляется событие X на метрику. Ну, допустим, я смотрел товары, которые обычно смотрят одинокие мужчины, к примеру, да. Вот я посмотрел их, и это событие отправилось в метрику. И потом я параллельно посмотрел те товары, которые обычно покупаются в новую квартиру, да, допустим. Значит, я уже попадаю, если эти две аудитории совместить, я попадаю в аудиторию, условно говоря, одиноких мужчин, у которых есть своя квартира, да. И, соответственно, мне будут там рекламировать машины, там, все, что для надо для машин, потому что обычно, если живешь сам, то покупаешь себе дорогие, дорогие игрушки, дорогие автомобили, да, и только об этом и думаешь, к примеру, да. На самом деле, вот разные методы можно использовать Google Аналитику и Яндекс.Метрика через события. Это действительно опытные маркетологи могут такие трюки проворачивать. Едем дальше. Есть Яндекс.Аудитории. Это для ленивых такой сервис, который позволяет сразу создать нужную аудиторию. Про него Алена рассказывала в прошлых видео, ссылочку я оставлю в описании. По поводу, наверное, даже отдельно этих сервисов мы снимем отдельные гайды, как правильно использовать эти сервисы. Если будет много лайков, я обязательно его сниму. Поэтому вот не забываем лайкать. Я сниму гайды, как пользоваться каждым из инструментов, как можно выкрутиться для того, чтобы использовать это на своем сайте. Следующий из сервисов это Pixel Facebook. Pixel Facebook используется для таргетинга одновременно на две платформы, на Facebook и Instagram. И, соответственно, в зависимости от того, какие сервисы вас предпочтительны, Pixel однозначно я рекомендую ставить. Да и вообще рекомендую его ставить сразу, как только вы сайт запускаете. Пускай собирают аудиторию. Ничего страшного, от этого не будет, только вам в пользу. Pixel Facebook имеет тоже гибкие настройки по конверсиям. И здесь вы можете тоже настраивать разные события, трекать разные действия на сайте. Заполненные формы, например, или там посещенные страницы. Много чего можно отслеживать при помощи Pixel. Инструментарий достаточно богат. И в руках опытного маркетолога в паре с программистом позволяет сделать множество полезных методов нарезки аудитории. Итак, едем дальше. Следующий Pixel это Pixel ВКонтакте. На текущий момент самый бесполезный Pixel. Почему? Потому что он довольно-таки сильно тормозит сайт, даже для русскоязычного сегмента. Во-вторых, он умеет собирать только посещалку по-человечески. То есть, кто умело использует Pixel ВКонтакте, напишите в комментариях. Почему? Потому что, ну, для динамического ретаргетинга он сгодился более-менее. То есть, вот динамический ретаргетинг. Но во всех остальных случаях, ну, вот в нашей нише он практически оказался бесполезен. Потому что методы сегментации у него очень-очень плохие. Вот, но его можно использовать. Я даже знаю, что многие рекламщики, таргетологи активно пользуют Pixel ВКонтакте для сбора аудитории. Да, и таргетирование уже по разным сегментам. И действительно здесь гораздо можно. Просто сам рекламный кабинет ВКонтакте достаточно бедноват по сравнению с другими. Это факт. Вот здесь вот трудно поспорить. Он реально бедноват. Вот. Едем дальше. Мы переходим к следующему пункту, который называется УТП. Мне раньше мой предыдущий руководитель сказал очень такую простую и очень емкую истину. Если твое предложение не умещается на салфетку, оно не будет продано. Реально получается ли у вас написать на салфетке, так чтобы это было читабельно, на обычной салфетке, которая дается в кафе, ваше торговое предложение, чтобы его продать. То есть оно должно быть написано четко, понятно, не наслаиваться. То есть оно должно быть продано. Если оно умещается на салфетку, значит вы его продадите. И действительно это так. Если вы не можете уместить свою рекламу, мягко говоря, в одно объявление Google Ads, то у вас ничего не выйдет. То есть ваш бизнес обречен. Поэтому будьте добры, попробуйте вот сейчас написать ваше уникальное торговое предложение. Да можете даже в комменты мне накидать, посмотреть, что у нас получится. И то, которое соберет лайки, я его бесплатно рассмотрю. Давайте на следующем вебинаре его сайт по сбору семантики. Почему бы и нет. Вот пишите свое УТП, если оно наберет много лайков, я свяжусь с вами. Простой трюк. Такое сделано, заодно и видео подвинем в топ. Давайте так. Собственно в этом действительно есть зерно истины. Да, нужно уметь очень емко описывать свой бизнес. Вот. Как создается то самое УТП? И мы давайте его рассмотрим. Помните тот трюк, который я рассказывал про табличку? Вот этот трюк нам и пригодится. Потому что трюк, когда мы выписываем все предложения конкурентов и сравниваем их, как говорится, все предложения, которые есть, и сравниваем, у кого они реализованы, у кого нет, ставим плюсики. И считаем наши плюсики. И вычленяем только наши плюсики. И вокруг этого строим наше УТП. То есть яркий пример, я ссылочку оставлю в статье на эту табличку, заполненную, допустим, для моего прошлой работы. То есть как мы тогда выкрутились и фактически где-то полгода, пока нас не скопировали, гребли и бабки, как говорится, в своей нише. Вот. Итак, первый вариант это мы решаем проблему. Самый простой вариант УТП. Допустим, есть проблема, а ваш продукт ее решает. Болит живот, прими там то. Болит голова, прими это. К примеру, самый банальный способ. Пробило колесо, вызывай его. Можно сыграть в рифму, можно сыграть так, чтобы это было забавно. Вот. Однозначно здесь работают все трюки, которые срабатывают по мнемонике. Да, что такое мнемоника? Это когда вы запоминаете одно за другим, и оно связывается автоматически. То есть по мнемонике реклама работает на ура. Вы, наверное, сами можете вспомнить кучу рекламных слоганов, которые засели плотно в голове. Да, инвайт просто добавь воды. И уже, как говорится, вспоминаются. Если вы вспомните, они у вас точно в голове засядут. Второй вариант, который используется, это новинка. Новинка это ваш продукт решает старую проблему новым способом. То есть устал заморачиваться с этим, да, вот воспользуйся этим. Самая простая формула. Новинка, новый клуб на Преображенской Дженнифер, банально. И уникальный новый бургер от Макдональдс уже сегодня в Одессе. Пример, да, вот простой формулировки. То есть уже новый бургер у вас, к примеру, да. Новое решение на рынке, да, наплавляемая кровлю. То есть оно новое решение на рынке. Вот четко используется слово новое, новое, уникальное. То есть очень важно подчеркивать это этими словами. То есть слово новинка идеально в этом плане работает. Теперь недостаток как преимущество. Да, это необычная формула, но она достаточно рабочая, да. Просто про недостаток нужно сказать в предложении. Вот пример. Клуб только для самых красивых девушек и парней. Недостаток, да, то есть у вас фейс-контроль. Клуб только для самых красивых девушек и парней. Все. Или вариант. Мы не делаем дешевую кровлю. Наплавляемая кровля от профессионалов. Вы сразу говорите нет той аудитории, которая гонится за другим. Сразу говорите нет. Или бургеры, которые быстро заканчиваются. То есть у вас реально может быть проблема, да, что у вас, ну, вы не покрываете у вас местный спрос, но при этом аудиторию вам надо привлекать. Такое бывает тоже, да. Вот простой трюк. Бургеры, которые быстро заканчиваются. Классная тема. И, например, сценарий торт с вишенкой. Да, вот, собственно, я его рассматривал, действительно, выловил в маркетинге, очень внимательно это изучал. Торт с вишенкой, да. Что вы добавляете в конце при покупке? Ну, допустим, коктейль от бармена бесплатно, да, то есть вот. Раз, хлоп, торт с вишенкой. Второй вариант. При покупке, там, защитного чехла пленка в подарок. Торт с вишенкой. Или, там, при заказе наплавляемой кровли скидка на доп. услуги столько-то процентов. Торт с вишенкой. То есть есть конкретные условия, при которых срабатывает эта вишенка. Вот и все. И теперь вариант. Посмотрим, что осталось за бортом. Или за бортом. То есть иногда, как говорится, вам трудно, что вы добавите еще, потому что УТП получается слишком коротким. То есть им нужно вот это вот добавлять, вот эти оставшиеся УТП в хвост. Почему в хвост? Они обычно должны быть короткими, и у них не может быть там большого какого-то длинного предложения. То есть основное УТП у вас в начале длинное предложение, а потом нужно добить его короткими. И поэтому давайте вот перечислим, какие могут быть популярные, да, допустим. Вот, допустим, у вас есть доставка, допустим, за 30 минут. Ну, многие пишут, там, доставка полчаса, доставка час. Но это не УТП. Это просто одно из условий вашего бизнеса. А вот УТП будет, там, опоздаем, подарим пиццу. Например, банально, да. Или, там, время работы мастера, там, 20 минут. Напишите, если дольше, подарок. Все, просто. То есть, вот это вот, как обыграть обычное УТП при помощи того, что у вас вот есть такой трюк, да. То есть, можно обыграть и даже скучный УТП при помощи вот этих вещей. Просто. Поэтому едем, как говорится, дальше. Про УТП мы запомнили. Пробуем, тренируемся, пишем в комменты. Тот, кто напишет самое классное УТП для своего бизнеса, получивший больше лайков, я его рассмотрю на сборе ключевых слов. Когда я буду планировать следующее видео, у меня будет видео по сбору ключевиков. Я хочу, вот, увидеть гиперактивность сегодня под этим видео. И теперь мы переходим плавно к выбору канала. Как я говорил, если вы выбрали правильное УТП, то конверсия однозначно будет выше. Но не все УТП удается уместить в разные каналы. И здесь мы будем рассказывать по поводу каналов и какие используются для целевых аудиторий. И как их правильно нужно уметь выбирать. И что нужно про них знать. Поехали. В первую очередь есть офлайн каналы. Это телевидение, радио, наружка, полиграфия, проводимые офлайн акции и тому подобное. Здесь вы можете перечислить их огромное количество сами. Реклама в офлайне, она никуда не испарилась, не исчезла, она живет и здравствует. Вы можете выйти на улицу и уже столкнуться с ней. Просто. Даже написанная надпись на асфальте. Это пример банальнейшей офлайн рекламы. Теперь мы переходим, то ради чего мы все сегодня здесь собрались. Это онлайн реклама. Какая она бывает. Поехали. Первое это SEO. Конечно же SEO. Все ради него. Потому что SEO это тот вид канала, когда вы получаете трафик по разным направлениям. Абсолютно разным. Поэтому SEO остается как и в коммерции, так и информационном трафике, так и в брендовом трафике. Максимально важным каналом привлечения целевой аудитории. Конечно же методы сегментации по целевой аудиторию в основном в SEO это либо конкретные товары, либо написанные вами статьи на вашем сайте. Да, статья может быть четко заточенная под конкретную CA и собирать эту самую аудиторию себе. И соответственно при помощи статейного продвижения в SEO получается активно собирать аудитории, ту, которую вы хотите. То есть собрали себе список CA, подумали о чем они, какие у них боли и постарались написать об этом статьи, например. И собрали SEO трафик, за который вы не платите ни копейки. Ну потратили копейки, немалые копейки на написание хороших статей, сделав хороший дизайн сайта и быструю скорость. Итак, едем дальше. По поводу SEO я думаю и так всем тут все понятно. СММ или социальный маркетинг. Здесь мы разделяем не платную рекламу, а именно работу в СММ. И работа в Фейсбуке, в Инстаграме, в ТикТоке, да я его выделяю теперь уже отдельно. И там других каналах. Я не заношу сюда Ютуб, потому что у Ютуба чуть-чуть другой метод продвижения, я его выношу отдельно. Итак, поехали. В Фейсбуке вы все знаете, что существуют разные алгоритмы по его раскрутке. И правильный постинг заключается в том, нужно писать те посты, которые захотят лайкнуть или репостнуть. Здесь важная задача отслеживать только этот важный критерий лайки и репосты. Потому что в Фейсбуке в первую очередь особый метод показа в ленте, он показывается друзьям друзей только в том случае, если пост обсуждают. Он может по нескольку раз всплывать, если в нем идет активное бурное обсуждение в комментариях, если его лайкают или лайкнут кто-то из ваших друзей. Ну, если не ошибаюсь, лайк срабатывает только раз, а вот комменты повторные появляющиеся являются действительно тем, что работает. Поэтому хороший опытный СММщик отвечает на каждый комментарий. И старается отвечать не в течение утра, а каждый час заходит и проверяет комменты, ответил, все, ушел. Ответил, еще ушел. То есть он делает по нескольку комментариев, а не сразу все. Почему это нужно? Потому что тогда, кто заходит в разное время, будет видеть снова и снова этот же пост, потому что комменты появляются со времени. Поэтому вот такой трюк реально работает. С Инстаграмом похожая система, но там, если не ошибаюсь, больше заточка на лайки. Комменты там тоже выстреливают, но лайки срабатывают лучше и там вовлеченность чуть-чуть ниже. С ТикТоком же ситуация немножко другая. В ТикТоке для того, чтобы продвигаться, нужно массово производить контент. Вы попадете в рейки, вы будете показываться все более и более новой аудитории. Один раз покажете всего лишь при, говорится, для подписчика. Ну и потом нужно создавать много контента. Поэтому если в Фейсбуке вы можете создать один классный пост и постоянно его комментить, в Инстаграме, создавая с определенной периодичностью посты и сториз, то в Инстаграме, то есть в ТикТоке, то нужно уделять действительно созданию контента много-много времени. И, допустим, за день клепать там 5, по 6, по 8, а то по 10 видосов. Если вам нужно действительно привлекать к себе внимание. Ну и я бы выделил отдельно Pinterest, такую соцсеть. Она позволяет тоже привлекать к себе трафик. Но здесь принцип такой, что нужно просто правильно его настроить, правильно настроить себе фиды, чтобы оно сгружало все посты ваши в Pinterest. И, само собой, не забывать, конечно же, постоянно-постоянно-постоянно что-то сохранять, кого-то лайкать, кого-то привлекать. Массфолловинг тоже методы, которые позволяют привлекать аудиторию. Вы можете просто ходить по нужной ЦА, массфолловить ее, она будет приходить к вам, потом отписываться от тех, кто на вас не среагировал. В LinkedIn работает почти такой же метод. Вы коннектитесь с людьми, общаетесь с ними. Сейчас у нас растет постоянно количество подписок. У Анатолия уже, если не ошибаюсь, их уже 13 тысяч. Этот метод позволяет привлекать нужную ЦА. Вы просто сегментируете нужных людей и общаетесь с ними напрямую. При помощи массфолловинга набирается на ура аудитория, которая уже потом лайкает ваши посты, комментирует ваши посты самостоятельно. И вам даже не надо в это вовлекаться. Следующий, как говорится, я бы выделил отдельно видео рекламу. Это и на YouTube. Почему? Потому что канал YouTube, он отличается от обычного социального канала тем, что массфолловить тут не получается. Ну то есть трудно просить людей подпишись на мой канал. Реально мы проверяли, очень туго и трудно. Подписки идут очень слабо. Но зато за счет создания хорошего контента, да, вы можете, то есть контент может создавать двух видов, информационный контент и контент для подписчиков. Информационный контент срабатывает в поиске, он имеет SEO в принципе направленность и может привлечь аудиторию благодаря SEO. Также он может привлечь аудиторию вот этот информационный контент по рейтингу похожих видео и выстрелить вслед за тем видео, которое вы сняли. То есть вы можете снять видео как информационно заточены, так и просто скопировать чужую идею самого популярного видео, взять его же теги, снять видео чуть-чуть длиннее и забрать его аудиторию себе. То есть для этого нужно найти эти ролики, которые нужно использовать. Ну и третий вариант, это видео, которое снимается для удержания целевой аудитории, для того, чтобы целевая аудитория вас лайкала, комментировала, задала вопросы и делилась вами. То есть вот это видео снимается для ЦА, для того, чтобы ЦА самой ее распространяла. Вот, это вот простой трюк, когда вы работаете с YouTube. То есть есть разные подходы даже в рамках этого канала. Мы говорим только про постинг, без рекламы. Теперь переходим к таргетированной рекламе. Таргетированная реклама конкретно в соцсетях, конкретно в именно таргетинг в Facebook, таргетинг в Instagram, таргетинг в ВКонтакте, даже платная реклама в TikTok, то есть она там тоже есть и дорогая, кстати, довольно. В LinkedIn она тоже безумно дорогая. Это все таргетированная реклама. Инструментарий позволяет настроить на любую ЦА. Главное, вы ее правильно должны прописать и правильно сегментировать. У каждого кабинета свой инструментарий. Если инструментарий не позволяет вычленить вашу ЦА, создайте инструменты при помощи той же событий, которые позволят собрать нужную ЦА. Собрали ЦА, работаете с ней. Крутите для нее рекламу. То есть методы уже, условно говоря, сбора конкретной ЦА под конкретную площадку могут быть уникальными. Как я говорил, при помощи событий можно выкрутиться и сделать так. Можно просто по посещению конкретных групп страницы выкрутиться и сделать так. Здесь включается в логику ваша структура сайта, ваш опыт программирования, то есть насколько у вас есть качественный квалифицированный программист, ну и конкретная задача маркетолога по ЦА, которую нужно отсечь. То есть если маркетолог собрал ЦА, вот написал ее четко, и вам нужно ее, как говорится, отсечь, то однозначно в это все мы и прописываем. И третье, на что нужно обратить внимание, да, конечно же, при выборе таргетированной рекламы вы должны учить форматы рекламного изображения, рекламного текста. В разных, как говорится, всем, что мы перечисляли, разные форматы. В Инстаграме одна картинка, как вы понимаете, да, в ТикТоке другой формат видео, в Фейсбуке третий формат картинки. Более того, форматы изображения разные, они сделаны не просто так. И маркетолог должен учитывать еще, ну, на какого формата будет его рекламное сообщение. Вот так говорит, рекламное сообщение, хороший такой вот термин. Вот, едем дальше. Следующий вид рекламы – это баннерная реклама. Вы, наверное, все сталкивались, сейчас есть отблоки, они активно погибают, да, но баннерная реклама существует на, в принципе, очень трастовых сайтах, даже некоторые крупные трастовые сайты не открываются, если у вас отблок включен. И баннерная реклама, она, как бы, до сих пор популярна. Особенно ретаргетинговая баннерная реклама очень-очень работает. На прошлых вебинарах мы наткнулись на то, что конкуренты активно используют баннерные сети. И не обязательно это Google Ads, Яндекс.Директ. И я рекомендую сходить на прошлый вебинар майской прожарки и посмотреть его, где мы этот момент затронули. Следующий вид рекламы, конечно же, это RSI и KMS. Это типичная таргетированная реклама, которая используется в таргетинг по разным аудиториям. Форматы настройки RSI и KMS рассказывала Алена в разных видео. Есть отдельное видео про RSI, есть отдельное видео в Google Ads, где я рассказываю про KMS. И вторая часть Алены, где она рассказывает про новый интерфейс KMS и новые возможности настройки KMS. Так что я не буду здесь это рассказывать. Сходили и посмотрели, как говорится. Все есть в описании. Все ссылки в описании. Следующая стратегия это контекстная реклама. Не путаем с таргетированной. Контекстная реклама на самом деле это та реклама, которая срабатывает по поисковым запросам. Ну в основном по поисковым запросам. Поэтому контекстная реклама это фактически одновременно и товарная реклама в Google Ads. И одновременно, то есть товарная реклама в Google Ads может быть и таргетированной, и контекстной. Когда по конкретному названию товара. И конечно же это классическая поисковая реклама. Вы ее видите, когда вбиваете поисковый запрос в Гугле или в Яндексе, и видите рекламное объявление, которое пестрит УТП, пестрит всем, чем можно, и говорит купи сейчас, и конкуренты вкладывают огромные деньги, очень большие деньги вкладываются именно в этот вид компаний. И здесь, я так скажу, многие ошибочно думают, что это единственные источники трафика у большинства клиентов. Нет, неверно, не всегда. Поверьте мне, вы можете понимать, что они могут приводить трафик, но не давать продажи, а продажи вылавливаются из другой аудитории, которая собирается разными методами, ну то есть посетителей сайта. Поэтому иногда просто слепо смотреть на конкурента, не зная, что у него происходит, пока вы не проведете тест. Это глупо. То есть просто скопировать чужую идею, думать, что она у вас работает, не всегда, потому что они, возможно, эту идею крутят, но совсем с другой целью, не с целью продаж, а с целью, допустим, привлечения аудитории. Тоже такое может быть. Поэтому здесь я бы так сказал, разные методы привлечения трафика, им преследуют разные цели. Следующий вид – это видеореклама. Видеореклама бывает двух видов. Видеореклама на YouTube, видеореклама CPA, я ее так называю, условно говоря, или видеореклама, таргетированная видеореклама, можно так ее даже назвать. Видеореклама на YouTube – это видеореклама, которая крутится в прероллах перед роликом, в середине ролика, либо это может быть рекламная интеграция, когда вы договорились с блогером, и он встраивает свою рекламу, в свое видео, вашу рекламу. Яркий пример, да, все майки ру крутятся на канале Соколова, да, то есть уже очень много лет, и он постоянно креативит с этой рекламой, делает креативные переходы, делает креативные окончания этой рекламы. Поэтому здесь это два разных вида метода рекламы, но которые делаются разными методами. То есть, как бы вроде бы они одинаковые, но делаются абсолютно разными методами. Если первое делается, вы платите Google Ads за то, чтобы он рекламку про вас прокрутил, то второе делается, вы напрямую платите блогеру, чтобы он про вас рассказал в ролике. И, соответственно, он может рассказать про вас по-разному. Он может сделать рекламную интеграцию, он может просто упомянуть ссылочку в описании партнера, он может показать картинку партнера, и на этом все закончится. Либо посвятить вам весь выпуск, крутя в руках ваш товар. Как договоритесь, сколько он уже денег возьмет, это уже другое дело. И следующий вариант продвижения, то есть следующий канал взаимодействия с аудиторией онлайн, это контент-маркетинг. И вот этот метод продвижения, я бы так сказал, сейчас самый такой, вроде бы популярный, но применимый не для всех ниш. Может быть, для вашей ниши применим. Может быть. Давайте так, перечислим, какие виды канала здесь используются. Информационные статьи. Мы этот канал используем постоянно, мы пишем постоянно информационные статьи, как у себя на сайте, так, в принципе, и с партнерами. Второй вариант, это уникальный экспертный контент. Мы такие статьи пишем, у меня есть ряд исследований, посвященных. Сетя арп-поиски, например, советую сходить посмотреть. Мы проводили большое исследование на нашем блоге, и я действительно этому посвятил огромное количество времени исследованию сетя арп-поиски. Например, это корпоративный блог. Да, контент-корпоративный блог может являться вполне себе прекрасным методом стратегии контент-маркетинга. Яркий пример, если вы сайт курса английского языка, сделали себе корпоративный блог по грамматике. Все, прекрасно. А еще, если сделали у него классный интерактивный функционал, то получили себе реально просто крутой такой корпоративный блог. Три последнего, это, конечно же, YouTube-канал. Вот YouTube-канал, он попадает и туда, и туда. Он является контент-маркетингом, потому что по факту вы можете в YouTube-канале не продавать, а привлекать к себе внимание. То есть писать ролики, не про продажу чего-то. Такие ролики хуже всего работают, на мое мнение. Может, для каких-то ниш они хорошо работают. А действительно рассказывать про какие-то, то есть те боли, которые интересуют вашу целевую аудиторию. Помните, мы говорили про боли, чем они интересуются, их увлечения. Вы можете посвящать этому внимание. Блогеры, многие так делают, они знают свою целевую аудиторию. Они знают, вот, например, если ваша цель – это трафик. Вот вы, блогеры, продаете рекламодателям свое, ну, как говорится, место в своем ролике. То есть вы знаете свою ЦА, и вы знаете, про что они думают, про что они говорят. И вы планируете раскрутить канал для того, чтобы продавать его. И, соответственно, как канал, YouTube-канал для вас является и средством заработка, и средством привлечения целевой аудитории, само собой. Поэтому следующий вариант – это гостевой постинг. Гостевой постинг позволяет выстраивать на себя не просто ссылки, но и привлекать целевую аудиторию. Потому что чужие читатели, которые читают эту площадку, ведут ваш пост, переходят к вам и интересуются, кто вы такой. Гостевой постинг тоже является методом привлечения трафика целевой аудитории. И, конечно же, последнее – это e-mail маркетинг. По e-mail маркетингу написано много статей. По e-mail маркетингу вообще, как только e-mail появился, мне кажется, уже сразу начали через него продавать. e-mail маркетинг – это метод прямого взаимодействия с конкретным объектом. То есть e-mail маркетинг, фактически весь маркетинг, все, что это имеет, это про целевую аудиторию, строится из e-mail маркетинга. Потому что каждый e-mail можно классифицировать, кто он, какие у него предпочтения, какие у него вкусы, что он покупал, какая его биография. Если вы ведете аналитику, у вас встроена классная CRM, вы работаете над этой CRM и следите за каждым клиентом, который вас покупает, то e-mail, каждый точечный e-mail – это и есть олицетворение вашей целевой аудитории, если вы эту всю информацию собирали. Если это не просто Маша, Вася, там, не знаю, там, тетя Глаша и его e-mail. Если вы реально собирали всю эту информацию, то вы будете знать все о своей целевой аудитории, вплоть до того, где они работают, кем. Да, конечно же, крупные магазины прекрасно этому уделяют внимание, вплоть до дня рождения, поздравления, дня рождения – это такие вещи, которые однозначно работают. И в зависимости от того, как вы сегментировали CRM, вы можете взаимодействовать через их боли, через их интересы, связанные с ними события при помощи таргетированных e-mail. Сервисы для распространения e-mail огромное количество, и вы можете сами мне про них рассказать, какими вы пользуетесь. Можете написать, какие сервисы для e-mail рассылки вы используете. Вот, я буду признателен, если вы об этом нам напишете. Ну и, конечно же, каждый канал рекламы, ну, можно определить по, так называемой, affinity индексу, индексу этому самому вовлеченности. Условно говоря, он делится по очень простой системе. Есть рейтинги, допустим, целевой аудитории, то есть, допустим, некая конверсия целевой аудитории. И есть рейтинг, то есть, целого канала. Есть рейтинг вашей целевой аудитории. Ну, допустим, вот яркий пример, женщины, которые анализируют, женщины, которые покупают у вас на товаре, составляют 30%, да. Но, в основном, на этой площадке 70% женщин. Соответственно, если использовать свою рекламу для, допустим, формировать женской аудитории, то есть, мы берем, делим одно на другое и получаем рейтинг affinity индекс для этой аудитории, для этой площадки. Поэтому позволяет, в принципе, посчитать эффективность affinity индекса каждого канала для каждой аудитории. И это позволяет определить, допустим, этому каналу подойдет вот этот вид рекламы, а этому другой. Вот яркий пример, у нас с Instagram больше получается женская аудитория. Но при этом, женская аудитория составляет минимальную часть нашего бизнеса. Но при этом, большая часть клиентов с Instagram, большая часть клиентов женщин пришла именно с Instagram. Поэтому мы на Instagram активно крутим таргетинг и активно крутим его с женскими посылами тоже. Итак, переходим к последней части нашего видео. Это портрет целевой аудитории. Иногда может оказаться, что целевая аудитория у нас неоднозначна. Ну, вы можете так сказать, но я не могу определить, вот, каких, сколько. Вот они какие-то разные. И они могут быть действительно как-то, я не могу четко определить, как их правильно сегментировать. Поэтому маркетологи сегментируют не просто по сегментам, да, вот как мы говорили. Они формируют из этих сегментов портреты. Некие аватары, то есть некие портреты. То есть есть аватар целевой аудитории, есть портрет целевой аудитории. Это разные параметры. Но мы сейчас будем говорить про портрет целевой аудитории. попробуйте на основе собранных вами сегментов методом такой своеобразной игры выбирать только один из них ну то есть вот допустим если пол мужчина женщина выбираем мужчину если возрастной сегмент выбираем конкретный возраст если там допустим работает конкретную работу если живет там конкретно где живет и формируем все варианты из наиболее частых сегментов вашей аудитории и его перебираем все варианты каждый уникально то есть они должны не повториться может получиться 10 таких сегментов может 20 может 30 дайте им условно каждому имя там марки брагим анастасия елена как угодно то есть любые имена дайте этим разным вариантом зачем это нужно каждая аудитория будет иметь четкие характеристики и вы будете когда настраивать рекламу обзывать их не вот этими безумными именами вы будете их называть там марк марк конкретно это будет аудитория называться ибрагим а это аудитория будет называться так то есть эти портреты удобно потом использовать в настройке таргетированной рекламы если вы их создадите уже изначально в своих как говорится профиля в виде документов этих марков этих ибрагимов то тот кто будет настраивать вам рекламную кампанию зайдет посмотрит как она создана и поймет ага он сразу создаст вам этого марка он сразу создаст вам кабинете фейсбука этого ибрагима сразу создаст вот эту елену если вы пропишете конкретные портреты и назовете их конкретными именами он даже ютем метку поставит что вот эта аудитория обновидена была на марка а эти аудитории давали эти к продажи должны были прийти от ибрагимов именно вот так нужно работать с портретами правильно пропишите эти портреты они просто там вот прописывать многие не знают зачем это делать конкретно пропишите вариаций во разных комбинаций и каждый вариант комбинации а заглавьте конкретным именем каждому конкретному имени дайте конкретные варианты смотрите допустим вот выбираете всех допустим живущих в городе с высоким достатком семейных людей у вас сразу получится как минимум два человека да это мужчина и женщина к примеру то есть конкретно с этому соответствует мужчина и вот есть его жена есть такая же такая же женщина потом берете другую характеристику раздваиваете и получаете еще одного мужчину и женщину и таким вот образом делаете эти сегменты рано или поздно у вас вы упрете что какие-то сегменты уже слишком малочисленны и вы их уберете вот и все поэтому портретов получится немного а таргетироваться вам будет гораздо проще на этом все я хочу попросить вас не забыть подписаться на канал если вы сегодня у нас в гостях впервые да если вы могли есть кнопочка такая колокольчик нажимаем на колокольчик и выбираем собственно чтобы вы получали уведомления о новых видео если вы наш активный подписчик задаем конечно же вопросы в комментариях даже если вы новенький тоже задаем вопросы что-то было непонятно если какой-то ссылки под видео не оказалось отругайте меня николай вы забыли ссылку я ее обязательно оставлю часто я прошу поставить ссылки но забываю какие-то конкретные я все буду оставлять в описании если вы об этом мне конечно же напомните и конечно же не забываем заходить к нам на аудио подкасты на наш блог и до новых встреч